Над этим пляжем на центральной набережной курорта развивается голубой флаг. Эта международная награда вручается только тем пляжам, которые отвечают самым высоким требованиям по безопасности, экологии и сервису. Но еще один пункт, без которого голубого флага не заполучить, это доступность для маломобильных групп, в том числе для инвалидов. Пандусы, души, туалеты и даже специальный мостик, ведущий прямиком в воду. Все это на пляже Приморский сделано для удобства инвалидов-колясочников. Все оборудование имеется, люди остаются очень довольны. Очень часто наши пляжи посещают как сопровождающие, с лицами ограниченными возможностями, так и сами лица с ограниченными возможностями, очень часто приходят к нам на пляж. Владимир Родионов по специальному пандусу с легкостью спускается на гальку. Мужчину в инвалидном кресле заметили спасателей, тут же предложили помощь. Пересадили на специальное кресло для купания, и Владимир уже наслаждается морской водой. После водной процедуры в специально оборудованном душе. Владимир рассказывает, плавает круглый год, посещает разные пляжи и практически нигде не встретил преград. Все на уровне, никаких проблем абсолютно, только положительные эмоции, все супер. В принципе, на любом пляже, на любом, на любом. И в Дагомысе, и в Олимпийском парке, то есть все приспособлено, все удобно, все как нужно. Свой день инвалид по зрению Сергей Гринь тоже начинает у моря. Несмотря на недуг, любит побегать и поплавать перед работой. Он сотрудник художественного музея. Самые любимые места для купания, говорит Сергей, – пляжи центральной набережной и ривьеры. Они лучше всего приспособлены для инвалидов. У меня под ногами деревянные трапы, чтобы можно было с коляской детской подойти к набережной. А я их использую как направляющие. То есть, если по городу тактильная плитка, то на набережной, вот, пожалуйста, деревянные трапы, они как раз перпендикулярно выходят на море. Всего же в Сочи уже более 30 пляжных территорий полностью или частично доступны для маломобильных групп. Это и инвалиды, и родители с колясками, которым также нужны пандусы и застеленная дорожками галька. И число таких мест у воды, удобных для всех, с каждым годом только растет. Не может быть в городе Сочи, где прошли пара Олимпийских игр, недоступные пляжи. Это невозможная история. Мы работаем над тем, чтобы бизнес-сообщество, чтобы наше социальное сообщество города ратовало за этот проект и не нужно было применять какие-то меры административного характера. Всего в Сочи проживает более 43 тысяч людей с инвалидностью. Из них более 600 – колясочники. И задача сегодня – сделать жизнь каждого из них максимально комфортной. Так, за последние годы в городе уже 1400 объектов привели к требованиям доступности.